Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! В одном из своих прошлых видео я делилась рецептом творожной шоколадно-ореховой пасхи. Она была приготовлена так называемым сырым способом. Сегодня же я буду делать заварную шоколадно-вишневую пасху. Она получается невероятно вкусной и нежной. Особую прелесть ей придают целые ягодки вишни. Я беру замороженную вишню, но если вы не хотите присутствия кислинки, возьмите вишневые цукаты или вишню без косточек. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. В первую очередь выкладываю замороженную вишню на сито, чтобы она разморозилась и при этом стекла лишняя жидкость. Беру творог жирностью 9%, добавляю сахар, ванильный сахар и сливочное масло комнатной температуры. Сюда же сметану, лучше брать пожирней, яйца и порошок какао. И доведу до однородности при помощи погружного блендера. То же самое можно сделать в чаше измельчителя. Ну вот получается такая однородная кремообразная масса. Отправляю кастрюльку на огонь и при непрерывном помешивании буду доводить до кипения. Сюда же можно вылить и выделившийся вишневый сок. Сначала содержимое станет жидким, так и должно быть, а потом постепенно будет становиться густым. Варю до закипания, до появления так называемых первых булек. Затем выключу и дам остыть. Далее беру специальную пасочницу, для надежности обмотала ее скотчем. Ставлю на решетку, застилаю влажной марлей, стараясь, чтобы складки приходились на одну сторону или на углы формы. Вниз ставлю блюдце, чтобы стекала сыворотка и выкладываю немного остывшей творожной массы. Выкладываю немного вишни. Первый слой вишни я слегка утопила, а потом выкладываю сверху. Далее опять слой творога. И таким образом, чередуя слои ягод и шоколадно-творожной массы, заполняю форму. Конечно, вишню можно сразу добавить в шоколадно-творожную массу и размешать, но лично мне это не очень нравится, потому что я беру размороженную вишню и впоследствии пасха получается в пятнах снаружи, да и марля пачкается. Но если вы берете, например, цукаты, можно сделать и так. Форма заполнена. Накрываю ее свободными краями марли со всех сторон. Беру контейнер подходящего размера, наполняю его водой, 500 миллилитров достаточно, и устанавливаю сверху. Затем я его закрою крышкой и отправлю в холодильник всю эту конструкцию часов на 15. Ну вот пасха готова. Убираю груз, разворачиваю марлю, лишняя жидкость стекла, посмотрите, как уплотнилась пасха. Переворачиваю ее на тарелку, убираю форму и марлю. Украсить пасху можно на свой вкус. Лично я беру две дольки шоколада, добавляю примерно чайную ложку сливочного масла, складываю в пакет и отправляю в микроволновку для растапливания. Затем выдавливаю сверху, делая подтеки. Украшаю кондитерской посыпкой, а внизу по периметру выкладываю сухим детским завтраком в виде колечек. Пасха готова. У нее получается такая нежная консистенция, чем-то напоминает глазированный сырок. В меру сладкая, поэтому если вы любите хорошо сладкое, добавляйте сахара больше. И особое очарование придают попадающиеся кусочки кисленькой вишни. Между прочим, вместо нее можно использовать любые другие ягоды. Если вам понравился этот рецепт, обязательно поставьте лайк и не забудьте написать комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале и другие рецепты к Пасхе. Например, у меня очень много необычных и вкусных куличей. И не только. Благодарю всех, кто подписывается на мой канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok